Всем привет и приветствую вас на моем канале! За микрофоном, как всегда, плагиаты, добро пожаловать в четвертую и заключительную часть обзора карт нового и последнего мини-сета года Грифона Логово Аниксии Если вдруг вы не смотрели прошлые части, то вы можете перейти по подсказке вот здесь Вот, я оставляю ролик на предпоследний обзор, но остальные вы сможете найти по порядку, по очереди, там даже отдельный плейлис под это есть Что же в итоге представляет из себя Аниксия и какие новые эффекты были добавлены с мини-сетом? Почему разработчики недавно дали комментарии по поводу мини-сета и обозначили, что он был сделан с заделом на будущее И многие карты до ротации года Грифона вряд ли будут играть Обо всем и не только в этом ролике Если обзор вам понравится и кажется полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Ну а за микрофоном, как всегда, плагиат И мы с вами начинаем И первая карта это Амулет Пламени Дракона Новое 10-мановое обычное заклинание на мага, которое относится к Школе Огня Имеет эффект «Можно разменять» И также вы раскапываете двух драконов и призываете их Понятное дело, что драконов вы можете раскопать вообще любых Раскопка будет происходить в два этапа То есть вы сначала одного раскапываете, а затем в другого И понятное дело, что вы всегда захотите раскапывать что-то прям невероятно крутое И подобная игра вам может предложить Не стоит забывать, что прямо сейчас, даже несмотря на то, что в стандартном формате не так уж и много драконов Например, та самая знаменитая четверка Изера, Аликстраза, Смертокрыл, Наздорму Кого я там забыл? Малегас, их пять всего, да? Плюс стоит понимать, что Амулет Пламени Дракона относится к магии огня И уже имеет какие-то синергии с Школами Заклинаний Конечно, если вы будете играть с Квистом, то это полный обрезятина Вам это вообще нафиг не упало Или даже в качестве дополнительного усиления для Биг Магов Потому что, сами понимаете, у Биг Магов сейчас есть картонка за девять Которая разыгрывает заглянание мага суммарно на 20 единиц маны Она сможет ральнуть и Амулет Пламени Дракона и помочь вам закрепиться на столе Но, опять же, сами понимаете, здесь слишком много рандома на рандоме То есть вам сначала нужно зарандомить этот амулет Потом нужно сделать так, чтобы игра зарандомила вам хорошие раскопки Ну и, соответственно, оттуда вылупились хорошие драконы с хорошими эффектами Да, понятное дело, что это рандомная шляпа Но, собственно, рандомная шляпа — это весь хардстоут Выглядит, конечно, сильно, но, опять же, этот эффект случайности Может очень сильно испортить розыгрыш этой карты Тут либо вы выносите своего оппонента раньше времени Либо просто немного, скажем так, терпите фиаско Карта, сбалансированная рандомом, так сказать Следующая карта — и новое заклинание на друида Чешуя Аниксии За семь маны вы заполняете вашу сторону дракончиками 2-1 с натиском То есть, смотрите, раньше, если мы призывали светлячков за пять маны В зависимости от того, насколько у вас много заклинаний в руке То прямо сейчас этот эффект вообще отпадает И на седьмой ход тот же самый токен друид Сможет полностью засрать свой стол дракончиками 2-1 2-1 легко чистится, потому что все-таки одно хп И, в принципе, семь — это довольно-таки дорогое заклинание Хотя эффект себя оправдывает Вы за семь маны призываете максимум, да, семь существ 2-1 Которые имеют еще и натиск, чтобы сразу потрейдиться Чешуя Аниксии, конечно, с первого взгляда Может и совершенно не вписываться в концепт токен друида современного, да Потому что, ну, семь — это слишком-слишком дорого Слишком медленно И к этому времени вы уже обычно закрепляетесь на столе за счет хрепов Либо светлячков, кидать сюда деревенение И к седьмому ходу лицо оппонента вообще разлетается Поэтому чешуя Аниксии, я думаю, может использоваться больше Как, наверное, какая-то зачистка Так как друид с этим очень сильно страдает То есть там, если вы не можете зачистить стол На каком-то там тяжелом друиде с гафом Который постоянно рампится То чешуя Аниксии здесь может очень даже помочь Понятно, что за семь маны вы тут не наносите Всем, как волна огня у маг, да Пять единиц урона Но все же вы получаете 14 урона Который можно направить куда вы хотите Поэтому я эту карту больше буду рассматривать Как дополнительная зачистка Именно для тяжелых контроль каких-то комбо колод друида А не для токена Потому что там просто времени будет уже не хватать Следующая карта И это Контрабандист Шру Усиление для Роги на Шру Это 3 маны 1-3 Обычное классовое существо Роги Боевой клич Призывает случайное существо со стоимостью Равной количеству карт Шру Разыгранных вами в этом матче Ну, сами понимаете Карт Шру можно разыграть прям конкретно много То есть там несколько заклинаний Достаточно много существ Плюс вы можете это возвращать Заново выставлять И, сами понимаете Так как это Рога Это можно производить не два раза А даже три Если у вас там День У будет И т.д. и т.д. и т.п. И в итоге Контрабандист Шру Хоть и не имеет очень хорошие статы То есть 3 маны 1-3 Все равно будет помогать вам Во-первых, лутать прогресс для вашего квеста Что очень-очень важно И, в принципе, можно эту карту играть Просто для того, чтобы сохранять темп Так как Рога на Шру Это просто темповая колода Которая пользуется всеми картами Шру Которую вы запихнули Для того, чтобы как можно быстрее Реализовать скабза И уже там какому-то седьмому-восьмому ходу Снести лицо оппоненту Или поставить его В просто безвыходное положение Я считаю, что Контрабандист Шру Заслуживает включения в Рогу На, ну, C.I.7 этих агентах Прямо сейчас Рога на квесте Играет не очень часто Но я думаю, что благодаря Контрабандисту Шру Именно уже в мете с 15 февраля Эти Роги смогут получить небольшой буст Для того, чтобы занять строчку повыше Среди всех остальных архетипов Роги Прямо сейчас Следующая карта И нет, это не Морозный Йети Это Собирательница Снаряжения 4 маны, 4.5 Редкая общая провокация Если в конце хода у вас осталась Неистраченная мана Становится дешевле на 1 Кстати говоря, по-моему, это новая механика Такого эффекта Если у вас в конце хода Осталась неистраченная мана Еще не было такого вординга, как минимум Поэтому это интересно И особо классно для каких-то контроль колод Которые любят больше посидеть Потерпеть Не тратить всю ману Не играть прям максимально темпово Максимально в маны кристаллы Как это делают темповые мидренш колоды Ну или агрессивные, опять же Выжимая вэлью из каждого своего хода А просто посидеть Почилить Выбрать Хочу ли я это зачистить сейчас Или подождать, пока оппонент Выставит еще пару ресурсов Чтобы максимально эффективно разменяться То есть потратить там свои Одну-две карты Для того, чтобы зачистить Пять карт оппонента Собирательство, снаряжение В этом плане Выглядит очень ничего И как дополнительная защита В любом матчапе Для такой колоды Как, например, контроль пристали Контроль воин Выглядит очень круто Ты сидишь, армарапаешься Ты сидишь там Что-то хилишь свое лицо А эта штука становится все дешевле И дешевле И в итоге ты выставляешь Ноль маны 4.5 Бафаешь ее как хочешь Либо просто дополняешь ей Какой-нибудь очень сильный Пауэрплей Который раньше разыгрывался Без дополнительной провокации 4.5 Крутая карта Очень, конечно же Жалко мне морозного Йети На ее фоне Но она вполне себе Может заиграть И не только как Просто отдельное включение В колоду Но также и раскопка Что ж, теперь переходим К самому интересному И это две последние Карты нового мини-сета И две последние легендарки Это Хале Матриарх-защитница 8 маны 4.12 Классовый дракон на мага После того, как вы Применяете заклинание Наносит 4 единицы урона Случайно распределяемого Между всеми противниками Мы где-то такое видели Согласны? Ну В черной горе, по-моему Ну знаете, вот Провокация 4 маны 4.5 Вот это новая механика Здесь просто какой-то Переделанный поджигатель Под мага Ну хотя поджигатель Так маговский был Супер сомнительная тема Реально супер сомнительная тема Ну по крайней мере Для мага Да, у тебя есть Дополнительный какой-то дракон Да, мы прослеживаем Синергию с новой десяткой Да, мы прослеживаем Синергию с драконами И с раскопками дракона Но здесь Ты больше напрягаешься Не потому, что Здесь огромные статы Потому что Ну статы можно законтролить Там под лейтгейм И вот этот эффект Ну 4 единицы урона Ладно Да, можно еще и в лицо попасть Да, тут между всеми противниками Тем не менее Но это как-то Слишком поздно выходит И вообще Не в 5, не в 10 Но если вы Перейдете к классу друида И до ротации Увидите Как это чучело Будет делать Свои щиты кинари И оттуда лутать Вот этих вот драконов Тогда будет уже Не очень приятно Скажем так Добавляют классовую карту мага Но почему-то Прокачивается друид Парадокс, скажете вы Нет Хардстоун Отвечу я Собственно в маге Прямо сейчас Я это не вижу Явно задел на будущее Когда добавят еще больше Синергии с драконами Для мага Но вот что станет с друидами И насколько хуже Станет играть против них Это нам пристает узнать Уже совсем-совсем скоро Что ж И последняя карта Которую вы так ждали Это рейдовый босс Аниксия Это новый дракон За 10 маны 8-8 Натиск Неуязвимость Если у вас под контролем Есть дракончик Своим боевым кличем Она призывает 6 дракончиков 2-1 с натиском Новая Аниксия Новый эффект Совершенно новый эффект Такого никогда не было Эффект неуязвимости Если у вас под контролем Есть хоть что-то Это прям очень жесткая Лейт карта И вот мне интересно Если ты используешь унитаз Да, круговерсь пустоты То смывается ли туда Аниксия Или она остается на столе Потому что Ну как бы Потому что надо Чтобы сначала смылись дракончики А потом с нее уже спадает неуязвимость Я не знаю Очень классно Обыгран ее эффект Вокруг лора Который был в Черной горе Если вдруг вы помните Вы когда сражаетесь с Аниксией Она потом взлетает на один момент И Или это не Аниксия была Ну по-моему Аниксия Если я правильно помню Она взлетает в один момент И становится такой неуязвимой Пока вы там не зачистите Что-нибудь другое Скажем так Они обыграли свою собственную пасхалку Очень крутой дракон Очень крутой Очень сильный дракон И что самое интересное Близзы также дали Небольшую аннотацию Там в твиттере Не знаю На форуме Касательно того Что неуязвимость Рейд босса Аниксия Будет получать Не обязательно От своих собственных дракончиков Которых она призывает С боевого клича То есть в этот список Включаются и другие дракончики Там даже 5-5 Этот дракон включается По-моему Чудесный дракончик 3 маны 2 маны 3-2 Короче говоря Аниксия будет лутать Неуязвимость С любой картой В названии которой Есть дракончик То есть это прям вообще Какая-то дичь Очень надоедливая картинка Естественно Ее можно разбафать Это не просто так Да То есть ты кидаешь на нее разбаф И в итоге У тебя не неуязвимая 8-8 на столе А что-нибудь там покрупнее Очень-очень-очень Интересная карта Мы такого еще Никогда не видели Непонятно Насколько сильно Она скажется На лейтгейме В Харстоуне Понятно да Что сейчас в среднем Катки заканчиваются На 7-8-9 мани И до Аниксии Можно просто не дожить Но наверняка Хотя бы в первые недели Ее все будут юзать Все будут стараться Что-то с ней придумать И сделать И реально Просто интересно будет посмотреть Насколько Большой проблемой Станет для других игроков Сама Аниксия Со своей вот этой неуязвимостью Очень крутая лейткарта Классный концепт Нравится Надеюсь что в будущем Мы сможем увидеть Больше таких картинок Которые смогут быть Реально интересными И разбавить наш лейтгейм Если в ближайшем будущем Я по крайней мере на это надеюсь Игры в Харстоуне Станут подольше Чем тот самый Вышесказанный 7-8-9 ход Что ж Ну на этом рейдовом Боссе Аниксии Обзор карт Подходит к концу Большое вам спасибо За просмотр всех обзоров карт Которые выходили в последнее время Мы расправились с мини-сетом И считай Ожидаем новые картинки Хотя понятное дело Уже хочется поиграться И с мини-сетом Завтра 15 февраля Огромное вам спасибо За просмотр Если обзор вам понравился То ставьте лайк И подписывайтесь на канал И конечно же не забывайте Поделиться своим мнением По поводу новых карт И особенно по поводу Рейдового босса Аниксии В комментариях Я еще даже в сообществе Наверное запилю отдельный пост Где вы сможете поделиться Своим мнением По поводу этой картинки Потому что эффект Действительно Неуязвимый и крутой Как я уже и сказал Мини-сет выходит 15-го числа Так что не забывайте Заклинуть ко мне на стрим Стримчик я подрублю Где-то в 7 часов Возможно в 8 вечера По МСК А сам мини-сет Вроде как выходит в 9 То есть я боюсь ошибиться Потому что они перевели время И сейчас как бы Знаете ли Да, сложновато Но будьте уверены Что вот если вы зайдете Ко мне на стрим В 8-9 часов по МСК Вы точно не заскучайте И плюс наверняка Увидите новые картинки В деле А за микрофоном был Как стоплагиат Огромное вам спасибо За просмотр И увидимся с вами На следующем стриме Уже завтра И в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok